всем привет тема моего сегодняшнего видео это будет оценка оценки рост на вашем экране это мои три оценки которые я покупала где-то в марте все были разного качества сейчас мы с вами посмотрим что с ними произошло через некоторое время ну на экране сейчас данный момент находит это самая первая оценка которую я покупала покупала я ее обработала протерла ей листики срезала сухие корешки но и пересаживать я ее не стала но со временем я смотрю у нее тургор листьев начинает пропадать что было связано с этим я не могу понять до сих пор что я не хватало и я решила ее пересадить на экране видео я не показывал потому что у меня много видео про пересадку и так как бывает так вот спонтанно возьмешь сразу орхидею до в руки и тут же сразу вытряхнишь ее даже не дотрагиваясь до камеры а потом думаешь может быть надо было все-таки показать ну ладно все ушло сейчас я вам покажу окончательный результат так вот эту первую орхидею которая стоила 149 рублей я пересадила ее 12 марта 12 марта сегодня число у нас 17 марта прошло буквально пять дней орхидея поливалась один раз крышки у нее видите уже такого нормального состояния при котором орхидею можно бы и полить тургор листьев нормальный сейчас меня все устраивает после пересадки я удалила торфяной стакан но он был сухой корни были хорошие что значит уценка была хорошего качества наверное это говорит о том что ее еще очень рано выставили на продажу по уценке я в этот момент случаем попалась в этом магазине и мне просто немного повезло то что уценка досталась хорошего качества следующие у меня были две оценки у меня также есть видео когда я их пересаживала так это первая орхидея которая была с хорошими корнями но сухими корней удалилась тоже нормальное количество были посажены это и другая в те же горшки транспортировочные вот у меня кстати есть видео тоже я вставлю ссылочку если кому-то интересно пройдите посмотрите так вот что я хочу сказать прошло буквально несколько дней смотрю на корни через прозрачные горшки что-то мне не нравится вот но не нравится вот бывает вот вы чувствуете свою орхидею что вам кажется что с ней нет не в порядке но достала я первую орхидею это вот этот который катара которая была пересушена корни еще немного удалила ну и думаю что же мне с тобой сделать взяла я ее и посадила вот такой вот одноразовый стакан опять поменяла ей посадку мне нравится как растут орхидеи реанимашки вот в таких именно стаканчиков очень хорошо наращивать корневую систему здесь есть мох есть керамзит но и кора и пазухи очень большие тоже это очень хорошо благодаря благоприятно действует на рост корешков сейчас у нее такой вот тургор я хотела бы сказать не очень стоячий немного свисает вот ну и что вы хотели есть не кара корни мало конечно же они не могут дать именно то орхидеи что нужно ей здесь я не стала срезать листья оставила все как есть потому что все-таки крышки есть и думаю ей хватит чтобы как-то пропитать себя обрезать листья никогда не поздно так вот она более в нормальном состоянии также как и было и остается более нормальном состоянии в отличие от орхидеи в которой были очень залитые корни залитые корни это очень плохо когда она стоит подолгу в магазине когда время проходит очень много и мы покупаем ее уже когда у нее на грани уже все корни вы видели что они были темного цвета и практически корни у нее не осталось так вот глядя на те корни через транспортировочный горшок я поняла что орхидеи теряет последний корни и опять же мне ее по инерции пришлось достать опять зачистить корневую систему корни у нее не осталось и она у меня попала прямо вот в самую настоящую реанимацию тургор у нее оставляет желать лучшего ну что вы хотите корней нет я слегка сбрызгиваю здесь мух поверху пытаясь вызвать рост корней от шеи почему я оставила ее эту орхидею просто потому что у меня есть место где я поставила и на некоторое время забываю так я в принципе не выхаживаю орхидеи стараюсь этого не делать я если честно уже сто раз повторялась что я не люблю я люблю красоту цветение люблю здоровые нормальные растения а так как она купилась в таком плохом состоянии ожидать можно было от нее только то что корни совсем отпадут это так и понятно срезала я листья для того чтобы было легче орхидеи листья были длинные такие свисающие она просто бы не потянула эти листья корневой системы нет но я не хотела оставлять я делаю это разрезая листья для того чтобы облегчить орхидеи именно вот это состояние я увижу что она не будет растить корешки я просто отдам ее тому кто любит этим заниматься вот сейчас я вот так вот сбрызну мох сверху она у меня лежит на честном слове вот сверху может быть оклемается не особо бы я как-то на эту тему и переживаю так вот три орхидеи три уценки и три разные разные состояния через некоторое время еще у меня есть такая тема для разговора это почему в магазине при поливе получается плохой результат но на эту тему можно говорить долго и сейчас я немножко об этом скажу по моим опять же наблюдением орхидеи привозят в магазин доставляется в сухом виде транспортировку они проходят в сухом виде и когда они поступают магазин я это неоград неоднократно замечала они начинают по низу прямо вот в поддоны металлические поддоны стоят они на них и заливают начинают в общем заливая это эти орхидеи орхидеи стоит в такой воде очень долго вот как залили они сколько она напилась ну ладно там они например попили и все и вода на этом кончилась так нет вода будет стоять долго и сегодня и завтра и послезавтра и когда корни орхидеи начинают находиться долго в воде находятся они конечно начинают уже загнивать к тому же я хочу сказать что в магазине не температура не 25 не 28 градусов все-таки в помещениях не так и жарко вот и это еще играет роль поэтому то что там мы хорошо если мы ее вовремя успеем купить вот приехали например сегодня завоз поставили их попоить я часто это замечала что если я вовремя ее зацепила даже если она хорошо политая страшного ничего не происходит с орхидеи когда ее привык привожу домой она просто в темном все в теплой комнате у меня простоит просохнет даже не пересаживая из орхидеи все нормально но если она стоит там неделю стоит 2 и постоянно в таком находится в влажном состоянии конечно же такое орхидеи не выдержит тут даже однозначно и еще одна тема такая у меня как понять что хочет ваша орхидея понять можно запросто по орхидее видно как она себя чувствует по листьям листья теряет тургор листья начинают как бы повисать это говорит о том что ваша орхидея хочет пить если при том корневая система почти уже высохла светлого цвета это опять же повторяю орхидея хочет пить если ваши орхидеи листья светло-зеленого цвета как бы уходит желтизну это говорит о том что ваши орхидеи пересвет во первых во вторых если вашей орхидеи не хватает железа обычно это бывает по весне но здесь можно справиться с этим проблемой очень быстро если ваши орхидеи пусть по это пересвет вы уберите ее чуть-чуть подальше от светлой светлого окна как бы в сторонку чтобы наладил налад наладилась с листьями орхидеи но если ваши орхидеи не хватает железа феровитом можно опрыскать орхидею кстати я то не только домашние но и огородные растения и тоже замечаю в основном у меня у гортензии или не хватает ей азота или вот это вот пересвет у гортензии тоже листья желтого цвета я использую феровит опрыскивая растения если ваши орхидеи листья темно-зеленого цвета это говорит о том что у орхидеи идет не до свет тогда нужно орхидеи поставить более такой вот к окошку поближе более создать ей такое светлое светлые условия листья о многом могут рассказать и вид орхидеи может о многом рассказать просто надо нашу орхидею понять надо присмотреться к ней и со временем опыт придет и мы начнем понимать что же нужно на самом деле нашим орхидеям ну а на этом я буду с вами прощаться и еще один совет не покупайте орхидеи оценки но если уж примут если она хорошего качества как вот такая ну вот это орхидея 2 я тоже думаю она оклемается потому что вид у нее все-таки внушает доверие я буду на это надеяться но все-таки старайтесь покупать красивые растения хорошего качества радуйте себя больше чем вот это вот огорчение которое при приносит в нашу душу какое-то разочарование разочаруетесь один раз в орхидеи потом долго не будете покупать себе это растение хотя на такой красивые и стоит его иметь с каждом доме ну вот и все наверное на этом я буду заканчивать всем говорю вам до свидания до новых встреч на моем канале всем пока пока